Всем привет! Сегодня я подобрал три блюда уличной еды из разных стран. И сейчас мы их будем повторять. Поехали! Первая на сегодня это закрытая пицца из США. Раскатывается круг теста. Его посыпают двумя видами сыров. Также добавляют перец халапеньо, накрывают еще одним слоем теста, защипывают края и отправляют в печь. Когда пицца, казалось бы, уже готова, ее еще посыпают сыром и поливают соусом. Немного доводят в печи, и пицца супер толстым слоем тянущегося сыра готова. Давайте повторим эту мега-пиццу. Берем болгарский перец. Срезаем с него красную часть. Нарезаем ее на полоски, а затем на более мелкие куски. Еще нужны острые перчики халапеньо. Нарезаем их просто на кружочки. Сыра нужно два вида, моцарелла и чеддер. Натираем их. Готово! Для соуса в сотейник выдавливаем кетчуп. Немного итальянских трав, черный перец, копченая паприка и соль. Разбавляем все это водой. И на плиту. Пусть соус нагреется, и специи дадут свой вкус. В принципе, начинка для пиццы уже готова. А теперь нужно обычное дрожжевое тесто. Припыляем стол мукой. Отрываем кусочек теста и раскатываем его скалкой. Переносим тесто на противень. Лишнее отрезаем. И смазываем основу соусом. Дальше идет болгарский перец. Кусочки перца халапеньо. Ну и очень много сыра. Раскатываем второй круглый пласт теста. Его переносим на начинку. Лишнее тесто убираем. А края склеиваем между собой. С помощью вилки. Готово. В пиалку разбиваем куриные яйца. Перемешиваем. И смазываем все тесто. Чтоб потом оно стало румяным. Все. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Ждем 15 минут. И она готова. Но не до конца. Посыпаем сверху еще сыром. Поливаем томатным соусом. И опять в духовку. Еще через 5 минут все полностью готово. Разрезаем пиццу специальным ножом. И только посмотрите, как тянется сыр. Давайте попробуем эту американскую пиццу. Это очень сырно и слегка остро. От перчиков халапеньо. В общем, эта пицца просто нереально вкусная. Настолько, что за кадром мы ее съели за раз. И очень объелись. Потому что сыр калорийный. Так что нужно передохнуть. А отдыхать я люблю, играя в игры. Одна из моих самых любимых это World of Tanks. World of Tanks начинается с ангара. Именно здесь стартуют путешествия в мир танков. Выбирай танк для души. Либо просто бери самый устрашающий. Настраивай оборудование и экипаж. И скорее жми кнопку в бой. Оценил карту и технику в бою? Скорее принимай решение. Выбирай лучшую позицию. И веди свою команду к победе. Здесь каждый танк выполняет свою задачу. Подвижные легкие и средние танки быстро занимают позиции. И навязывают бой противнику. Далее в бой вступают крепкие тяжи с очень мощными пушками. И все это при поддержке артиллерийских установок. В игре присутствуют свыше 600 единиц бронетехники. И множество разнообразных карт. Благодаря этому каждый бой не будет похож на предыдущий. А при регистрации по ссылке в описании ты получишь. 7 дней премиум аккаунта. Один из лучших танков второго уровня Т2ЛТ. И 400к кредитов. Поэтому скорее в бой. Следующий стритфуд из Кореи. А именно их необычные пончики. Сначала замешивают тесто разных цветов. Раскатывают. И выкладывают слоями. Затем отрезают полоски. И раскатывают колбаски. Делят их на кусочки. А уже из этих кусочков раскатывают колбаски. Из которых уже делают пончики. Выпекают их. Разрезают напополам. Намазывают мороженым. Запечатывают в бумагу. Разрезают напополам. И макают в разноцветную посыпку. Получаются вот такие разноцветные пончики с мороженым. Давайте их повторим. Для теста выливаем в сотейник 200 мл молока. И ставим на плиту. Ждем пока оно станет теплым. И выливаем в чашу. В нее же высыпаем 7 грамм дрожжей. Также 100 грамм сахара. И перемешиваем. Берем куриные яйца. И деляем желтки от белков. Три желтка отправляем в чашу. Пакетик ванильного сахара. 50 грамм мягкого сливочного масла. И ровно 500 грамм муки. Устанавливаем чашу в комбайн и включаем. Тесто для пончиков вымешалось. Но его нужно сделать разноцветным. Поэтому разделяем на три части. Берем один кусок и отправляем обратно в чашу. Добавляем розовый гелевый краситель. И включаем комбайн. Получилось вот такое розовое тесто. Берем второй комок теста. Поливаем его голубым красителем. Загибаем края теста и тоже в комбайн. Готово. И последний цвет желтый. Тесто было изначально желтоватым, поэтому изменений почти не видно. Накрываем пищевой пленкой наши комочки теста. И оставляем на полчаса. Все, разделяем каждый цвет напополам. И все эти куски просто раскатываем скалкой. Но не очень тонко. Выкладываем их слоями друг на друга. Переносим все это на досточку. Отрезаем край. А остальное на три полоски. Теперь их раздавливаем. Складываем в два раза. И раскатываем в колбаску. С остальными делаем все то же самое. Теперь нарезаем их на кусочки, из которых сделаем уже пончики. Главное, чтобы они были одинаковыми. Иначе все пончики будут разного размера. Итак, берем один кусочек. Раскатываем руками в более тонкую колбаску. Закручиваем, чтобы получить красивый переплет цветов. И соединяем. Готово. Выкладываем пончик на противень. Таким образом лепим пончики, пока не закончится место на противне. Отправляем их в духовку при 180 градусах. Спустя минут 10 пончики спеклись. Выбираем парочку самых красивых. И разрезаем их вдоль. Теперь берем слегка подтаявшее мороженое пломбир. Намазываем его на нижнюю половину пончика. И накрываем второй. То же самое повторяем и со вторым пончиком. Теперь выкладываем их на два листа пергамента. Подворачиваем края. И закрепляем скотчем. Рассыпаем разноцветную посыпку. Разрезаем пончик пополам. И окунаем его в посыпку. Все, супер яркие корейские пончики готовы. Попробуем их. Это просто офигенно вкусно. Прогрызаешь мягкий пончик, а внутри слегка подтаявшее мороженое. Очень классный десерт. И последнее. Это вот такая необычная рыба попугай. Ее на рынках Японии очищают от чешуи. Разделывают. Филейные кусочки обжаривают на сковородке. После чего перекладывают на противень. Одни кусочки смазывают специальным майонезом. А вторые унаги соусом. И все это запекается в духовке. А кусочки с майонезом посыпаются еще и хрустящим лучком. Давайте же все это повторим. Мы достали рыбу попугай. Даже крупнее, чем была у японцев. Весит она 5 килограмм. Сначала очищаем чешую. Но у этой рыбины она очень большая и крепко держится. Поэтому мы решили не пачкать кухню. А почистить ее просто руками. Вытаскивая по одной чешуйке. Да, конечно все это долго. Но зато вся чешуя в одном месте. А не разлетелась по кухне. Из рыбы попугай мы достали все внутренности. Дальше разделываем. Начинаем со спины. И проходимся вдоль хребта. Также углубляемся под передний плавник. Дальше снимаем мясо с хвостовой части. И прорезаем ребра. Один кусок сняли. Теперь отделяем второй. Только на этот раз ребра не срезаем. На них все равно нет мяса. Вот что осталось от рыбы. С первого кусочка срезаем ребра. И у нас получается два филе. Разрезаем каждое из них на три части. Добавляем перец чили. И солим. Переворачиваем на другую сторону. И повторяем все то же самое. Посыпаем мукой. И хорошенько ее втираем. Две сковородки на плиту. Добавляем масло. И переносим на сковородку наши кусочки рыбы. Через две минуты переворачиваем. И когда все готово, выкладываем куски на решетку. Открываем дорогой майонез с трюфелями. И смазываем им кусочки рыбы. А остальные поливаем соусом унаги. Засовываем в духовку. А пока берем луковицу. Отрезаем хвостик и корень. И пополам. Очищаем ее от шелухи. Половинки лука еще напополам. И нарезаем поперек. Нарезанный лук перекладываем в судочек. И солим. Накрываем крышкой и трясем. Сотейник ставим на плиту. И наполняем его маслом наполовину. Пусть разогревается. Открываем судочек. Лук от соли пустил сок. Добавляем муку. Накрываем крышкой и опять трясем. Все, теперь каждый кусочек лука в своей оболочке из муки. Обжариваем пока половину. Как только лук подзолотится, перекладываем его на бумажные полотенца. И обжариваем вторую партию. Готово. Наши кусочки рыбы уже приготовились. Поэтому достаем их. И два разных кусочка выкладываем на тарелку. То, что запекался с соусом, поливаем еще у ноги. А наверх кусочка с майонезом идет наш хрустящий лук. Давайте попробуем эти два кусочка и узнаем, какой же из них все-таки вкуснее. Итак, рыба попугаев у ноги в соусе. Вкусная сладковатая рыбка, но прям какого-то необычного вкуса нет. А вот та, что с трюфельным майонезом, по вкусу мощнее раза в два. И еще и лучок хрустящий. Офигенно. Прямо сейчас на канале моих родителей вышел крутой ролик, в котором они приготовили целого барана. Поэтому переходите по ссылке в описании, смотрите их видео и пишите, что вы от меня. А если на этом видео наберется 250к лайков, то мы еще достанем какие-нибудь необычные продукты и повторим уличную еду. Кстати, следующий ролик будет с приготовлением большого животного. В комментариях попытайтесь отгадать, кто это будет. Также подписывайтесь на канал и делитесь роликом со своими друзьями. Всем пока!